Всем прекрасного времени суток! Я решила выйти все-таки, заснять свои прекрасные тюльпаны, потому что боюсь, что дождь мне их все побьет, попортит, и я не успею просто показать вам всю вот эту красотень. Как видите, я еще листья никакие не убирала, не почистила ничего, но все равно не будем так рисковать, как говорится. Видите, вот эти уже отцветают, потому что с минуты на минуту может у нас пойти дождик. Смотрите, какие красивые расцветки. У меня здесь разные виды посажены, и я, конечно же, хочу вам это все показать. Вот такие желтые, очень красивые тюльпанчики. Сейчас быстренько пробежимся. Знаете, мне еще нравится в сочетании вот с этим растением, так нежно смотрится все это. Я сажала тюльпаны все в разнообраз. У меня примерно здесь, чтобы не ошибиться, 6-7 видов. Мальва закрывает уже. Смотрите, здесь вот тоже бутон нужно поправить. Вот такая красотень, просто красотень нереальная. Вот до чего природа создает такие красивые-красивые цветочки. И вообще все, все красиво создает природа. Так, вижу, лилии повылазили. Я вам показывала вот эти вот две уже были. Так, это геранька будет расти. И вот крупненькие лилии. Одна и вторая зашли. Поэтому будем ждать, пока они начнут нас радовать. Вот эти цветочки, вот этот ряд весь, все вот эти клумбы, я сажала в прошлую осень. Нет, не в прошлую. Позапрошлую осень. А в прошлую осень я сажала вот этот весь ряд. Сейчас я вам покажу, что здесь зашло. Зашли красивые, очень нежные белые тюльпанчики. Ну, очень низкие они, что не очень меня радует. Но все же смотрится миленько. Да, смотрите, как уже гром начинает греметь. Надеюсь, я успею сейчас заснять вот такой вам маленький фильм, так скажем. Смотрите, как мило смотрится. Белые тюльпаны. Смородина уже закладывает той же ягодке. А знаете, я что вам скажу? Вот такая погода, когда, знаете, перед дождем, когда громыхает. Мне даже очень нравится, что-то в этом есть. Какое-то такое спокойствие. И ощущение такое, я даже не знаю, вот очень спокойное на душе и вообще. Смотрите, какой красивый. Окрас имеет этот тюльпан, очень нежный. Здесь желтенький, также белый. Я особенно люблю такую погоду, когда, если находишься где-нибудь с палаткой на берегу какой-нибудь речки. Или озерцо какое-то. Море тоже очень классно, конечно. Смотрите, здесь уже пошли бордовые. Вот такие немножко вытянутые они уже, форма немножко меняется. Так, здесь у меня пионы. Так, вот еще. Очень красивенькие. И поэтому, друзья, как я и сказала, что я не хочу, чтобы дождь мне их попортил. Я вот успею сейчас снять. А когда они уже все раскроются, если дождь не попортит, я, конечно, вам засниму уже всю композицию еще раз. Просто не хочу рисковать, боюсь. Боюсь. Поэтому вот сниму сразу. Потому что потом, как говорится, не дай бог побьет мне сейчас все это дождем. Все это размочится. И я потом буду себя ругать, что я не сделала видео для вас. Вот так вот. Такая вот аллейка из тюльпанов у меня сейчас. Как всегда, на заднем фоне у меня бьют часы из церкви. Также одуванчики вам покажу. А почему нет? Одуванчики тоже очень прекрасные. Даже душевные такие цветочки. Люблю одуванчики. Кто бы что ни говорил. Одуванчики, ромашки. Очень люблю. Так. И еще у меня вот здесь. Смотрите, какие красивые будут. Вообще здесь шикарнейший просто окрас. Посмотрите. Здесь все такие раскроются. Просто красотень. Подождем с вами потом. Когда они раскроются, я вам, конечно же, друзья, все-все-все покажу. Но мимо вот этого пройти я не могу. Я вообще, знаете, думала, если будут идти дожди, дожди, все будет мне вот это мочить. Я просто все пообрезаю, наверное, и поставлю в вазу. Не хотелось бы, конечно, мне до этого доходить. Но посмотрим. Так. Я вам сейчас покажу вот это растение, про которое я вам говорила. Которое я называю кашка. Вот оно как. Замечательно уже расцвело. Буквально за пару дней. Я вам показывала видеообзор на наш участок. И вот оно уже цветет. Смотрите. Пахнет, друзья. Это вообще, как оно пахнет. Кто знаком с этим растением, я думаю, вы знаете, как оно прекрасно пахнет. Это прям медовое растение, которое очень сильно любят пчелы. Бабочки, пчелы. Красота. Да, смотрите. Ну и на этой ноте я, думаю, буду заканчивать свой видеообзор. Спасибо всем огромное за просмотр. Желаю вам и вашим семьям только всего самого доброго. Всем удачи. Всем пока. Пока.